Объясните, пожалуйста, вот немножко, как выглядит эта ситуация в российском информационном и политическом поле. Совершенно разная информация, разные данные от Пригожина, от Министерства обороны России. Солидар в центре внимания, но говорят о нем разные. И эти разночтения или борьба, они уж слишком очевидными становятся. Да, они, безусловно, очевидны. Все эти бульдоги, они выскочили из-под ковра, они уже, так сказать, резвятся на российских информационных пространствах. Дело в том, что у Пригожина очень мощное информационное лобби. Во-первых, у него есть своя информационная структура, достаточно увесистая. Во-вторых, его очень здорово поддерживают. Ну, скажем так, вообще вот эта партия бешеных, в которую можно включить и Пригожина, и Кадырова, она имеет сильную информационную поддержку в российских государственных телеканалах, потому что они близки ментально и Соловьеву, и другим российским пропагандистам. И они их поддерживают, в частности, там, крайне комплементарное высказывание в адрес Пригожина отпускает Маргарита Симоньян. Ну, то есть это достаточно популярная фигура. Что же касается конкретно вот этой ситуации, так сказать, вокруг Солидара, тут все достаточно очевидно. Для Пригожина это сейчас крайне важно, заявить о том, что он там, ну, как-то, так сказать... Во-первых, фактически очень важно для него все-таки взять Солидар, потому что он только что получил очень серьезную затрещину от Путина, потому что все вот кадровые назначения последние, они были, безусловно, сделаны, ну, в значительной степени, в том числе и для того, чтобы поставить Пригожину на место, чтобы показать, что все-таки Путин делает ставку на, прежде всего, на Министерство обороны, а не на вот эти бандформирования Пригожинские. Потому что и назначение генерала Лапина, и назначение Герасимова, и фактическая отставка Суровикина, это все достаточно четко демонстрирует, что, в общем-то, Путин не собирается играть по правилам Пригожина. Пригожина сейчас важно отыграть, ну, прежде всего, в информационном плане. Но его информационные возможности значительно уступают его политическому весу. Так что вот сейчас ситуация складывается именно так. Игорь, можно сейчас я добавлю информацию именно о ситуации этих кадровых перестановок, о чем вы сказали, а в подробностях разберемся буквально после этого. Экс-командувача Объединенного Угрупования Військ РФ в Украине Суровикина понизили в посаде. Він став заступником генерала Герасимова, которого призначили командувачем Объединенного Угрупования. Иншими заступниками Герасимова стали головком сухопутных військ Селюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім, повідомляє Міноборони РФ. Нагадаю, призначили начальником Головного штабу сухопутних військ у Росії, повідомляють пропагандисти із посиланням на джерела у Міноборони РФ. У жовтні Лапіна зняли з посади командовача Объединенного Угрупования РФ центр в Украине після ганебної поразки на Харківщині та невдач на Донеччині. Наприкінці жовтня він керував обороною тимчасово окупованого росіянами міста Сватове у Луганській області. Через провали на фронті його суворо критикували глава Чечні Кадиров та глава Вагнера Євген Пригожин. ЗМІ писали, що через це Лапіна відсторонили від командування, а потім, що він написав рапорт про звільнення. І отут, мабуть, стоїть дійсно розбиратися в цих перестановках, яка частина політична ігра, яка частина клівеці, яка частина правді? Дійсно ли ефективні управлінці, яких звернував, яких звернував на якісь звернути, ну, соразмерні, які можуть вже вліяти на ход боєвих действів? чи це просто кланова борьба і тут важні не імена, важливо не те, що відбувається на полі боя, а важливо тільки те, хто з яких кабінетів переходит? Ну, я думаю, що вторя частина важніє, тому що, якщо говорити о назначенні Лапіна, то його должність дуже мало вліять на ситуацію на фронті, це должність сугубо штабна, глибоко штабна, непосередньо в віддісті на боєві дійси він така должність не оказыває. Що касається всього остального, то тут теж, в общем-то, скоріше це все-таки політичні передвиження, чем какая-то, що-то вызванне военні необхідністю. Тем більше, що, ну, от Путін в целому, так сказати, достаточно убедительно доказав, що він мало що розуміє в военних действах, да і в военних кадрах він не розбирається. Так що це сугубо політичні передвиження. А чим именно, по-вашому мнению, він це доказав? Ну, він доказав це, в частности, своїм прямим вмешательством в события, в военні действи, в частності, довгое время настаивая на тому, що це було достаточно хорошо известно, настаивая на удержання Херсона, в частності, в цій правобережній групіровці, які уничтожали, і скільки російських военнослужащих було просто методично расстреляно, як в тирі українськими военами, які займалися, ну, просто упражненнями, так сказати, на точність, растреливая хаммерсами на цій площадці, хаммерсами російських военних на цій площадці. Ну, все военні обозреватели говорили, що це фантастична глупість. Це було зроблено исключительно із політичних соображений. Так що, ну, я вже не кажу о первоначальному плані попытка захватити Україну силами групіровки, які, ну, на порядок, менше, чем та, яка должна була соответствувати цьому плану. Ну, то есть человек, который просто... Вот вся эта идея, дев'ятью направлениями на территории самой большой европейской страны, силами двухсоттысячной групіровки, ну, я не знаю, так сказати, даже такой далекий от военной службы человек, так сказати, я являюсь капитаном в очень глубокій отставці, не ж не в отставці, а в очень глубокого запаса, ну, достаточно понятно, що такого рода планировання свидетельствують о фантастичній глупости. То есть, ну, то, що було сделано в самом начале війни, помимо того, що це преступлення, огромне международне преступлення, начать війну на... в 21 веке в центрі Европи. Помимо этого, це ще не тільки преступлення, але й полний ідиотизм. І це, безусловно, свидетельствує о потенціалі Путина як головнокомандуючого. Ігор, а скажіть, будь ласка, тут имена все-таки хоть какое-то значение имеють для того же Лапина? Це определенна реабилитация? То есть, може, через несколько других перестановок він може повернутися на такі ж влиятельні позиції? Или тут только речі о том, що вот вернули ціх, щоб дати сигнал Шойгу, чи щоб показати, що Шойгу є определенний вес? Ну, це, безусловно, в цілому, це демонстрація того, що Шойгу не є більшим, так сказати, чоловіком, на якому розвагається відповідальність за все пораження. Ну, був момент, коли так Путін к цьому явно склонялся, тому що то, що длительне време, значит, Пригожину разрешалось, і Пригожину і Кадырову разрешалось хулиганити і обзивати всячески, так сказати, практично робити все, що угодно в інформаційному пространстві. Ну, і действительно, відставка Лапина в якій-то степені виглядало, як то, що Пригожин і Кадыров сняли генералу Лапина. Але після того, як на протяжі длительного времени Пригожин не змог взяти Бахмут, для Путина теж очевидно, що Пригожин не є палочко-ворючалочкою. Первоначально, именно так і виглядало, що регулярна арія ні з чим не справляється, але вот є замечательний Пригожин, який обладає якими-то феноменальними способностями вместе со своєю ЧВК. Вияснилось, що це не так. Коли це вияснилось, Путін зробив шаг назад і, що називається, вернув фавор Шойгу і, соответственно, Герасиму. Ігор, а можна чуточку такий прогноз на ближайшее будущее, як, ну, а тактики взаємодействия арії і ЧВК, якщо Лапин, Герасимов возвращаються на якісь такі позиції, то ведь це хулиганство, воно було, острі слова були. І просто, ісходя з такой человеческой обиди, але може згодитися, що, ну, хорошо, тоді не будемо помогати ЧВК, тоді будемо воєвати вже вооруженими силами РФ. Ну, ось ці командуючі на своєму рівні можуть, навіть, рішати і допускати такі емоції. Як буде чуточувати себе тепер ЧВК, якщо їм потрібно якесь об'єднання со сторони арії, якщо їм потрібні якісь деньги со сторони арії, якщо їм потрібна підтряга, снаряди і так далі? Я думаю, тут вполне возможно і то, що називається відкриття второй лінії фронта. То есть уже внутри, по цю сторону боєвого суприкосновення вполне возможно какие-то і столкновення між бойцами ЧВК і отрядами регулярної арії Министерства оборони. Але кроме всього прощого, відвісно, що ЧВК «Вагнер» не єдинственна частна воєнна компія, яка зараз существує в Росії. Зараз существує, ну, як мінімум 10 частних воєнних компаний. Фактически речь идет о приватизации арії, которая організується усилиями в тому числе і Министерства обороны. Це вообще невиданний процес, який ніколи, ніколи в истории, по крайней мере, Росії не имало никаких аналогів. Там создається ЧВК «Патриот», ЧВК «Редут». То есть, значит, фактически армия начинает растаскиваться. И совершенно невозможно исключить, более того, весьма вероятно, что мы в ближайшем будущем увидим, ну, такую вот бандитскую войну между различными ЧВК. Я думаю, что вероятность такого развития событий не гражданской войны, там, между белыми и красными, а вот такой вот бандитской войны между различными ЧВК, я совершенно не исключаю, что после тяжелого военного поражения, которое неизбежно украинской армии нанесет России, вот это следующая страница и следующая и последняя страница российской истории. Вот такая вот смута. И на больших просторах российской будут, так сказать, сражаться различные бандформирования, которые будут себя называть сначала ЧВК Вагнера, там, ЧВК Патриот, ЧВК Редут, еще какие-то, и там отряды Кадырова, ну и, соответственно, так сказать, в конечном итоге это приведет к развалу Российской Федерации, то есть третьему окончательному распаду Российской империи. Игорь, а вы могли бы объяснить мне вот такой вопрос? Этот момент у меня выпадает просто из моего понимания. А на какие деньги существуют сейчас вот эти частные военные компании? Ну, потому что это такие огромные бюджеты и, ну там, проживание людей, оснащение, оружие, которое они тратят, вот просто боеприпасы, которые они тратят на поле боя, ведь это может потянуть только государственный бюджет. Вот эти все частные структуры, они существуют на государственные деньги? Да, безусловно. Ну, что касается ЧВК Вагнер, то это, ну вообще, Пригожин это человек, который получил свое управление, ну это такая фактически опричнена, то есть он, Путин разделил государство на какие-то территории контроля отдельных частных людей. В частности, вот Пригожин получил в свое управление на откуп, так сказать, накормление, я бы сказал, центрально-африканскую республику, где он делает все, что угодно, значит, целый ряд других африканских государств. В значительной степени он получил накормление и бюджет Министерства обороны, где он, так сказать, откуда он кормится. И частично он пытался, так сказать, освоить бюджет Санкт-Петербурга, на чем основан его конфликт с Бегловым, попытки добиться отставки Беглова и так далее. То есть, безусловно, ЧВК Вагнер плотно сидит на бюджете Российской Федерации, на бюджете Министерства обороны, по поводу чего, собственно, и был конфликт изначально с Шойгу. Но в конечном итоге все эти частные военные компании, они сидят на государственном бюджете. Игорь, и последняя, наверное, глава нашего сегодняшнего разговора – это связь с реальностью. Но я хотел бы начать, хочу привести к Путину и спросить у вас оценку вот его такой позиции сегодняшней, насколько она согласована с реальностью и как он принимает свои решения. Но хочу все-таки начать с того же Пригожина. То, что происходит в информационном поле, вот эти противоречивые какие-то реляции победные. Да, в общем-то, даже настолько большое значение, которое придается тому же Солидару, ну, оно немножко странное и оно удивляет, поскольку это очень маленький населенный пункт. Там жило до начала полномасштабного вторжения, ну, не больше 10 тысяч человек. Да, там есть предприятие, да, там есть этот целеварный огромный завод. Но, с другой стороны, больше-то ничего там нет. И за что такая борьба и что дает возможность говорить о каких-то ярких победах, если, ну, знаете, вот доходит до мышей просто выходит вот в этом своем. А общество, получается, верит или политикум верит? Кому вот это рассказывают в пропаганде об этих победах? Российская армия и вообще в целом вот эта вот российская агрессия не имела успехов никаких за последние полгода. То есть вот начиная с июля, с начала июля никаких абсолютно успехов ни одного населенного пункта, ни одного какого-то успеха российская армия вторжения не имела. И это проблема, потому что пропаганде надо чем-то питаться. Нужен какой-то корм, нужна какая-то подпитка для, так сказать, воодушевления в том числе и российских солдат, ну и населению нужно что-то скармливать. Не только же ненависть, не только же, так сказать, постоянные крики о том, что вот мы сейчас уничтожим Францию, сейчас мы уничтожим Англию и так далее. Но этого явно недостаточно. Нужна какая-то, хоть какая-то основа для вот этого победобесия. Ну, что называется, поскольку коней в шампанском искупать не удалось, значит, взяли апреле кота пивом, как известно, в известной шутке. В данном случае, значит, вот из Солидара делается фактически даже не Сталинград, а уже в Берлин. То есть я думаю, что если удастся, так сказать, хотя бы как-то продемонстрировать вот этот успех, то Солидар будет объявлен столицей Украины. Будет сказано, что столица взят, по сути дела, война вот уже закончена. Взяли Солидар, все. Это уже фактически вот главный город Украины, который пал. Ну, а там мелочи типа Киева остались, оставим их, не будем мучиться. То есть это на самом деле российская пропаганда может надуть что угодно, из чего угодно. Поэтому из Солидара делается вот такой важный, самый главный бой в истории всей войны. Ну, может быть, я и не скажу, что Путин верит в свою же пропаганду. Мне кажется, все еще нет. Но с другой стороны, складывается впечатление, что реальные картины у него, ну, не вполне она есть. И складывается впечатление, что плана какого-то определенного нет. Что буквально вставая каждое утро, он решает, что будет сказано или что будет сделано. И это не не стратегия. Или я ошибаюсь. Вот как сегодня принимаются решения в Кремле? Почему они принимаются? Во-первых, я думаю, что Путин все-таки верит в свою собственную пропаганду, потому что он находится вот в этом информационном бункере, который сам же создал. Ему приносятся только те доклады, те вот эти, содержание вот этих папочек, которые ему кладутся на стол. Это только те, то, что он хочет видеть. Поэтому он, безусловно, и причем это тот же самый контент, который идет в телевизоре. Ну, только без, так сказать, экспрессии, без пафоса, а изложенный таким сухим ГБшным языком. Так что Путин, я думаю, верит в своей собственной пропаганде. Ну, по крайней мере, в значительной степени. Второе. Что касается целей, то изначально целей у этой войны не было, смысла никакого не было. И тут есть любители арифметики, они подсчитывали с самого начала. Путин обозначил, как сообщается, порядка 37 разных целей этой войны. Там, демилитаризация, значит, деноцификация, значит, борьба с этой самой вавилонской блудницей, борьба с Западом и так далее. То есть, вот, насчитывали 37 таких целей. Сейчас прибавилось еще несколько. Но на самом деле цель, если всю эту шелуху отбрасывать, реальная цель этой войны у Путина одна. Он воюет за сохранение собственной жизни. Он прекрасно понимает, что поражение в этой войне с весьма высокой вероятностью приведет к крушению его режима. По крайней мере, это не обязательно, но такая вот версия существует. И Путин понимает, что поражение, в общем-то, для него смертельно опасно. Он очень хочет жить. Это человек, который невероятно высоко ценит свою жизнь, очень боится смерти. Поэтому, я думаю, главная задача у Путина в этой войне выжить. И это является единственной его целью. И поскольку это борьба за себя и свою жизнь, поэтому решения могут быть и рациональными, и он может метаться из стороны в сторону. Ну, в такой перспективе, конечно, яснее немного и политика Кремля видится. Но, тем не менее, конечно, надо присматриваться к ней очень внимательно. Спасибо огромное за сегодняшний разговор. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, экс-депутат Терждумы, был на прямом известку из нам. И мы идем до наступных тем.